Микс Ньюс. Добрый вечер. У нас еще один гость. Это заместитель председателя парламентской фракции Согласия Валерия Гешин, который буквально вот с корабля на бал. Только-только совсем недавно закончилось пленарное заседание Сейма. Добрый вечер. Здравствуйте. Хочу сказать нашему радиослушателю, может быть не все, пока люди, видимо, работали, не все следят за последними новостями. Вот самое интересное сегодня было не только в Сейме, об этом мы, конечно, даже поговорим, но и за его пределами, поскольку уже с самого утра депутатов Сейма встречали медики. Я так понимаю, что где-то было по разным подсчетам 3-4 тысячи протестующих, потом к ним присоединились те, кто недовольны региональной реформой, люди приехали с разных краев и властей, и в результате одномоментно в какой-то период времени возле Сейма собралось 5 тысяч, может быть даже более 5 тысяч человек. Валерий, вы тоже давно в политике, и, наверное, вы тоже пытались проводить параллели с событиями десятилетней давности. В 2009 году вот было такое народное собрание, оно, правда, закончилось совсем не мирно, не так, как сейчас, но вот такого количества людей протестующих с тех пор не было. Как вы ко всему это относитесь, как вы все это воспринимаете, и вообще, ну, с одной стороны, вы как оппозиция уже ко всему, наверное, привыкли, но я думаю, что и вы не ожидали, что вот с медиками так уж поступит в наглую, да, уже приняв закон единогласно, потом так поступит. Да, спасибо вам за вопрос. Действительно, невыполнение законов – это опасный прецедент, который Сейм создает в последнее время. И здесь речь идет как о законе о финансировании здравоохранения, так и о законодательных нормах, касающихся финансирования науки. Значит, решения приняты, но они Сеймом не выполняются. И сейчас правящая коалиция пытается дать обратный ход и сказать, что это решение было поспешным и неправильным. Но закон надо выполнять, на то он и является законом. Что касается взаимосвязанным с этим бюджетным пакетом протестам медиков, то меня, скажем так, окутывают очень противоречивые чувства и ощущения. Да, сегодня с утра я был в гуще событий, там, безусловно, и с одной стороны протестная акция – это правильно, это здорово, за свои права надо бороться с использованием разных способов. Но, с другой стороны, скажем так, я не увидел там педагогов, я не увидел там других бюджетников, я не увидел там пенсионеров. И это не в упрёк людям этих уважаемых профессий, не в упрёк у учителям, ничуть, к которым я отношусь с большим очень уважением. Это разговор о том, что напрашивается невесёлое такое наблюдение. Людей за последние годы разбили и разделили на мелкие протестные группы. Вот даже сегодня, как бы мы ни считали, пять тысяч человек было или четыре тысячи человек, всё равно это конкретная протестная группа. И при этом возникает ещё ряд дополнительных вопросов у меня лично. А где мощное профсоюзное движение? Где единый объединённый профсоюз? Куда смотрит господин Эгилс Балдзенс, который руководит объединёнными профсоюзами как будто бы? И по всему вывод тоже достаточно невесёлый пока. Но, может быть, он поможет людям организоваться, самоорганизоваться. По одиночке протестующие возле Сейма ничего не добьются. Если каждый выйдет по отдельности своим цехом, ничего не будет. Надо действовать сообща. Вот это мои главные наблюдения. Вот с вами делюсь полностью, конечно, поддерживает акцию не только на словах, но и на деле. Потому что в бюджетный пакет мы подготовили целый ряд предложений, которые предусматривают в том числе и обеспечение заработной платы медикам, обеспечение заработной платы, понятной, педагогам, не только до 1 сентября следующего года, но и после 1 сентября следующего года. И целый ряд других предложений, о которых я готов рассказать. И рассказать об источниках, которые мы предлагаем найти, чтобы покрыть эти расходы. То есть я считаю, что правящие политики не должны и не имеют права давать обратный ход и отменять принятый закон, потому что средства в бюджете мы видим. И уже сегодня вечером, а также в пятницу и на следующей неделе будем предлагать конкретные решения и свои поправки защищать, потому что на следующей неделе СЕМ примет главный бюджетный финансовый документ страны в среду на будущий год. И мы к этому готовы, мы к этому вопросу подошли во всеоружие. Главный вывод – невыполнение законов. Это опасный прецедент, и поодиночке протестующие ничего не добьются. Да. Ну вот интересно, что когда запах вожаянами, если так можно сказать, когда правящие поняли, что дело не ограничится только пикетами, но будут и какие-то предупредительные забастовки, и, может быть, непредупредительные медиков, срочно были найдены 18 миллионов. Ну, значит, если есть желание, то можно найти 18 миллионов, может, еще можно найти дополнительные средства. Видите, мы считаем, что, да, конечно, если мы говорим об открытии посольства в Австралии или обеспечении заработной платы медиков, то, на мой взгляд, тут не может вообще быть двух мнений. Но, тем не менее, я готов проинформировать, сообщить о тех источниках бюджетных и финансовых, где можно поискать средства. Это, значит, экономический рост, о котором на протяжении всего года говорила Европейская комиссия. Что у нас экономика растет и растет. Да, об этом говорил Валдис Домбровский еще летом этого года, об этом говорил другой комиссар Пьер Московиси. У меня есть все эти публикации, мы внимательно их изучали в самых солидных журналах, мы можем ссылаться на Домбровского. То есть, экономический рост, который прогнозируется в 2020 году, да, он, конечно, будет недостаточно большими темпами и семимильными шагами обеспечен, но он даст бюджету, вообще-то, десятки миллионов евро. Не 100 евро и не тысячу, а десятки миллионов. Затем, это перераспределение ресурсов в рамках министерств. Это пункт номер два. Как сейчас мы увидели, что, оказывается, если погрести по сусекам Министерства иностранных дел, то можно найти дополнительные средства на другие нужды. Источник номер три. Это борьба с теневой экономикой и результаты борьбы с теневой экономикой. В-четвертых, это отказ от новой модели финансирования политических партий. Мы предлагаем эту модель перенести как минимум на 14-й сейм, то есть отложить на три года. И, мягко выражаясь, мы считаем неэтичным вообще голосовать по этому вопросу. Потому что и принимать решения в отношении себя самих. Потому что во всех цивилизованных западных странах, по крайней мере, решения давно придуманы. Если кто-то хочет увеличить финансирование политическим партиям или порассуждать о повышении зарплат слугам народа, то, например, в Соединенных Штатах Америки, я изучал этот опыт в соответствии с конституционным правом США, законодатели могут принять какое угодно решение, только это будет относиться на следующий созыв и распространяться на следующий созыв. Не в отношении себя. Не в отношении себя. Ну, полологично. Да, в отношении себя просто по меньшей мере неэтично так себя вести. Ну вот, значит, если мы откладываем модель финансирования политических партий, тоже нам дают дополнительные средства. Ну и, конечно, средства для непредусмотренных случаев тоже можно использовать как источник. Таким образом, мы подготовили в бюджет 73 предложения. Работа над бюджетом начинается сегодня. И, значит, помимо помянутых медиков и педагогов и обеспечением заработной платы в следующем году в соответствии с принятыми законами, мы также предлагаем выделение дополнительных средств для детских зубных врачей, которых в отдельных городах Латвии не хватает. И это проблема. Детям там приходится месяцами ждать гарантированной государством медицинской помощи. Это, значит, возвращение такого понятия, расширение такого понятия, как компенсируемые медикаменты, что очень важно. Также мы считаем, что пора вернуться к вопросу о снижении ставки НДС на компенсируемые медикаменты с 12 до 5%. Наконец, начинать выполнять нормы закона о науке и обеспечить для научной деятельности, для исследовательской деятельности по крайней мере 0,15% для начала от внутреннего валового продукта для финансирования науки, и постепенно, пока этот процент не достигнет 1%. Потому что как выделять на оборону и обеспечивать 2%, так это мы бежим очень быстро. А когда выполнять законодательные акты в отношении науки или в отношении зарплат медиков, тут почему-то в ступор наши правящие политики входят. И еще, если я упомянул, что одним из наших приоритетов является не только наука, здравоохранение, образование, но и безопасность. Я сегодня об этом высказывался, и на этой неделе часто приходилось высказываться с разных высоких трибун. То здесь я расшифрую. Мы имеем в виду, это наша идея, что пора восстанавливать полицейскую академию для того, чтобы наша внутренняя безопасность улучшилась. Об этом уже говорит и общественность, и профессионалы. Да, многие говорят, но никто почему-то не предпринимает конкретных шагов. Мы предлагаем на это начинание выделить 3 миллиона евро из бюджета, чтобы данное учебное заведение восстановить. То есть, в принципе, эти 3 миллиона тоже можно изыскать? Безусловно. Чтобы, говоря простым языком, тайн следствия было меньше. Это наши конкретные предложения. Будем их активно защищать на протяжении ближайших дней. И каков будет вердикт, мы об этом узнаем в среду, когда будет принят бюджет страны. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я не хочу сказать, что все наши предложения обязательно будут отклонены. Хотя правительство выразило свою позицию уже по этому вопросу. Но все-таки у нас окончательное решение принимает Сейм. И впереди у нас еще два этапа. Первый – это бюджетно-финансовая комиссия. И второй этап – само заседание Сейма, сама пленарка через неделю в среду. И здесь я могу добавить, что какое же может быть доверие вообще-то к правящим политикам, которые перед выборами говорили одно, обещали одно, а сегодня о всех своих обещаниях забыли. И стараются о них вообще не вспоминать, как о некоем некрасивом недоразумении. И я могу напомнить не только о плане «три раза по пятьсот», который уже фольклоризировался, и вряд ли стоит его обсуждать даже, это уже фольклор. Но я, например, напомню об обещании сократить количество министерств до восьми и до шести. Об этом говорила новая консервативная партия. И партия «Каменьшик», КПВЛВ. И где же это? Это дало бы экономию средств и ресурсов. А сегодня они об этих обещаниях забыли, как о некоем нехорошем недоразумении, некрасивом недоразумении с подтекстом. Какое может быть доверие этим людям? Поэтому мы самостоятельно с расчетами, со всеми сметами свои 73 предложения подали. И сейчас вот мои коллеги по бюджетно-финансовой комиссии уже работают. Там идет реальное заседание бюджетно-финансовой комиссии. Я тоже намерен в этих заседаниях участвовать в ближайшие дни. И будем свои поправки защищать. Как это делают, например, студенты, защищая свою дипломную работу. Это что-то вроде этого. Да, но вот интересно, что фактически сейчас оппозицию нельзя упрекнуть в том, пока не меренную вашу факцию, что вы не предоставили источники финансирования, что вы занимаетесь популизмом. То есть вы говорите, где реально эти деньги взять. Вы правы, потому что мы научены опытом определенным, что помимо того, что вы намереваетесь делать, вопрос один, сразу же следует вопрос номер два. А где вы денежку на это будете брать? И поэтому я вам назвал как минимум шесть источников, которые можно использовать. Вот интересно, сегодня, когда был пикет или манифестация, называйте, как хотите, медиков, мы не увидели там учителей, которые тоже, естественно, недовольны, и у них есть все основания быть недовольными. Судя по всему, когда будет пикет учителей… Мы не увидим там медиков. Мы не увидим там медиков, вы меня уже опередили. Да, вот с чем это связано? Ведь вроде бы профсоюз и учителей, и профсоюз медиков входит в этот общий профсоюз, который господин Баузен возглавляет. Казалось бы, должна быть какая-то координация и какая-то солидарность. Да, у нас, я знаю, по закону запрещены забастовки солидарности, но речь-то не идет о забастовке, речь идет о мирной акции, протеста возле парламента. Да, это хороший вопрос, и я надеюсь, что по отдельности я не собираюсь критиковать профсоюз медиков или профсоюз работников образования. Нет, мы просто говорим о том, что… Да, мы ведем с вами речь о координации, и я думаю, что это хороший вопрос для господина Баузенса. Надеюсь, что он придет к вам на интервью. Почему же так? Он получает заработную плату, по-моему, как лидера вот этого объединенного профсоюза. И очень хотелось бы надеяться, что разные цеха, разные отрасли будут координировать свои движения, потому что поодиночке все будут разбиты. Знаете, я обратил внимание на… Я вот сейчас буду срывать маски, потому что я солидарен с педагогами, солидарен с медицинскими сестрами, да. Знаете, я обычно приезжаю на работу пораньше, вот. И стоянка, автомобильная стоянка полупустая возле Сейма. Сегодня я тоже приехал на работу достаточно рано, еще до восьми, хотя заседание Сейма в четверг начинается в девять. Я вам хочу сказать, что мне уже некуда было поставить машину. Что я хочу этим сказать? Правящие политики, мягко говоря, постеснялись, многие из них, не все, да, но многие из них постеснялись общаться с протестующими, приехали на работу пораньше. А, и заперлись в кабинете. Ну, не то, что заперлись в кабинете, а кто-то в кабинет, кто-то прошмыгнул в главное здание Сейма, да, то есть не очень-то хотели общаться с протестующими. Это, может, я, конечно, ошибаюсь, но это вот мое такое наблюдение. Потому что им, собственно, сказать нечего. Своим нежеланием выполнять законы они создают опасный прецедент. И принимают, и двигают такие законы, о которых в период предвыборной кампании вообще не говорилось. Например, почему правящие в стране политики перед выборами не вышли к избирателям и сказали, мы собираемся в восемь раз увеличить финансирование политических партий, мы собираемся двигать законы финансирования политических партий. Они этого не сделали, и сегодня мучаются, и уже не знают, как оправдаться. И поэтому я для них, значит, придумал решение и готов им сообщить, как действовать, потому что ситуация действительно очень неудобная. Конечно, часть этих средств мы уже предложили направить на обеспечение зарплат медсестрам. Но давайте поступим максимально честно. Пускай с этим законопроектом о финансировании политических партий выйдет автор, то есть господин Левиц, президент, использует свое право законодательной инициативы, пускай он с этим законом выходит в СЕИМ, и пускай тогда начинается обсуждение. Очень, кстати, хорошая идея, потому что господин Левиц, так вот это интересно, такую он занял позицию, видимо, весьма удобную. Он всех поддерживает, да? То есть и финансирование партии поддерживает, молодцы. И бюджет замечательный, и зарплата медикам нужна. То есть он, в принципе, все одобряет, не понимая, что как раз, если он хвалит бюджет, то как раз этот бюджет, и, простите за такое слово, и кидает медиков, так ты тогда определись, или бюджет замечательный, и медикам ничего не полагается, или медикам полагается, но тогда бюджет не очень. Этим я хочу сказать, что господин президент имеет право законодательной инициативы. И пора уже этим воспользоваться. Да, и может этим правом воспользоваться, тогда посмотрим, как эти вопросы решать. Но в любом случае, конечно, как я уже сказал, чувства и ощущения по поводу протеста медиков противоречивые. Да, вот все-таки... Мелкие протестные группы сами по себе не победят. Да, но мы понимаем, что и правящие тоже не дремлют, они вбрасывают разные такие в информационное поле новости, чтобы расколоть вот это. Я догадываюсь, о чем вы скажете. Да, но тем не менее... Медики получают по 30 тысяч евро, да? Да, какого-то нашли медика анонимного, который получает 30 тысяч евро. Ну, не знаю, может быть, это знаменитый кардиохирург. Не знаю, действительно ли есть такой фамилии, не было названо. Да, анонимный доктор. Но, по крайней мере, я думаю, что многие, прочитав, сказали, опа, они совсем уже жиру бесятся и еще хотят, чтобы мы их защищали. Но мы-то с вами сейчас говорим о медицинских сестричках, которые по 2-3 места работы имеют и бегают с утра до вечера. Вот вы все-таки не рижанин, может быть, не все наши радиоскульты это знают, вы все-таки из Лепой. Да. Вот какова ситуация в Лепой? Действительно у медсестер такая очень плохая ситуация? Везде ситуация одинаковая, мне приходилось и приходится общаться с медиками, скажем так, по разным причинам. Я действительно вижу и сам, насколько медсестры реально устают, и это истинная правда, что они из одного медицинского учреждения бегут в другое медицинское учреждение в тот же день после работы. С ночной смены на утреннюю смену, с утренней смены на вечернюю. То есть поспать уже некогда? Бледные, посеревшие, серый землистый цвет лица. Это действительно во всех городах Латвии одинаковая картинка. То есть мы сейчас здесь не говорим о каких-то эксклюзивных руководителях, эксклюзивных больниц, которые действительно зарабатывают большие деньги. Есть и такие. Это тоже, конечно, вопрос. Мы говорим об основной массе медсестров, среднемедицинских персоналов и так далее. И санитар, без которых тоже не обойтись в больницах. Совершенно верно. К которым перед выборами, я хочу напомнить, обещали тоже по 800 евро на руки. Прямо с 1 января этого года, даже не следующего, а этого. Да, да, да. И это в том числе делала партия развитию за, которые предпочитают сегодня другим заниматься региональной реформой, а не выполнением обещания медиков и так далее. Поэтому такие вопросы, связанные со здравоохранением и социальной защитой людей, наше правительство решает как-то вяло. И на протяжении последнего года оно стало особенно вялым. Мы видим и нападки на пособия по безработице. Мы видим, что многие социальные инициативы просто тормозятся, а даже принятые законы не выполняются. Да. Вот перед тем, как мы уйдем на короткую паузу на рекламу, все-таки вот ваше мнение. Вот министр здоровья все время солидаризируется с медиками. Говорит, ой, как я вас понимаю, как я вас понимаю. Ну, тут же достает платок, видимо, утирает слезы. Говорит, очень вас понимаю, вы, конечно, совершенно правы. Ну, я ничего не могла сделать. Ну, я так понимаю, что есть и министр, который возглавляет отрасль. Не может добиться, чтобы правительство, в котором она работает, выполняло закон. Ну, видимо, ей надо как-то уходить в отставку, или я не прав? У многих жителей Латвии сейчас очень горький привкус во рту. Потому что на эти выборы многие пришли в надежде, что новые силы, или те, кто все время был в оппозиции, окажутся во власти. Но не оппозиционеры, здесь я намекаю на свою родную партию, Саскань, согласие, да, не новые силы не смогли пробиться во власть. И поэтому у людей очень многих разочарования, горькие ощущения, это понятно. Что касается министра здравоохранения. Скажите, пожалуйста, а какое может быть объект доверия к этому человеку, который стартовал на выборах в Сейм, но не был избран? И набрал значительное количество вычеркиваний. Избиратели этой партии ее повычеркивали, ее не выбрали в Сейм. И какое может быть... И в качестве награды она получает пост министра здравоохранения. Я вам хочу... Уже избиратель все сказал, да? Да, а какое может быть доверие к этому министру? Причем это мнение не мое, или не избирателей согласия, или еще кого-то. Это мнение избирателей этой партии, развитию за. Так вот, человека не выбирают, но в то же самое время партия решает его выдвигать на пост премьер-министра. И вы, значит, намекаете, или даже говорите прямо, что если ты не справляешься со своими обязанностями, ты должен уйти. А я хочу сказать, да, это только один из вариантов. А есть еще и другой вариант. Это не доставать платочек, да, и прикладывать к лицу, и промокать прослезившиеся глаза. А это, например, приковать себя наручниками в кабинете министров и сказать, я отсюда никуда не уйду, вот с этого поста на первом этаже, пока не будет выделено финансирование. Ну, я, конечно, утрирую, да, но утрирую, и все это в переносном смысле, но действовать более-более жестко, да, а не, значит, какие-то психологические тренинги с людьми проводить и успокаивать. Да, Валерия Гешина в студии, прервемся ненадолго, реклама, не переключайтесь. Добрый вечер еще раз, Валерия Гешина в студии, депутат Сима от фракции Согласия. Вот, может быть, такой вопрос, чтобы завершить эту тему, я понимаю, что она такая долгоиграющая, и все-таки, может ли дело дойти, ну, чтобы завершить вот с медиками, до Конституционного суда, все-таки вы юрист с большим опытом, работаете в юридической комиссии, и если там шансы выиграть, потому что закон о финансированном здравоохранении был принят всеми, единогласно, этим парламентом, деньги, я так понимаю, все-таки найти было можно, даже делили 192 миллиона, а на медиков нужно 120, то есть будет, наверное, тяжело правительству в Конституционном суде. Я не исключаю, что не только этот, но и некоторые другие законы, некоторые правовые нормы, которые не выполняются, могут быть оспорены в Конституционном суде, и неспроста представители коалиции стали так энергично и интенсивно сейчас искать дополнительные деньги, потому что они сами чувствуют и видят, и в конце концов у них тоже юристы работают, чувствуют и видят, что ошибаются. В крайней мере, это чувствуют и видят те политики, которые еще в состоянии демонстрировать остатки здравого смысла, которые еще о чем-то думают и что-то понимают, а не радостно сами себе аплодируют или продвигают идею о финансировании своей собственной любимой политической партии. Поэтому, да, вероятность рассмотрения такого рода вопросов в Конституционном суде существует. Да, конечно, Абик, вы говорите, что эта тема такая долгоиграющая, но я вам хочу сказать, а почему она, собственно, долгоиграющая? Потому что люди ожидали реальных перемен, и, может быть, многие из них в последний раз в жизни пришли на выборы, а сегодня вообще не собираются никуда больше ходить и ни за кого голосовать. Ну, мы только в аэропорт пойдут. Да, ну вот. А в итоге что получилось? Получилась очень курьезная и странная коалиция, которая состоит из четырех с половиной партий, принимая во внимание развалившуюся КПВЛВ, коалиция, которая руководит премьер от наименее популярной партии, которая заняла последнее место на выборах, а не первая. И таким образом, что мы видим? Эта коалиция не является ни коалицией перемен, но одновременно она и не является старой коалицией. Это абсолютно странная, абсолютно курьезная коалиция. Так какое же может быть доверие к таким политикам? Ну вот. Поэтому те предложения, те мнения, те оценки, которые мы сегодня даём и высказываем, по сути дела, это те решения, которые мы предлагаем для того, чтобы уменьшить бедность в Латвии, которая реальна. Я хорошо знаю людей, знаком с некоторыми из них, которые не живут, а выживают от зарплаты до зарплаты. И это, по сути дела, наше решение для того, чтобы улучшить по возможности жизнь каждого человека, улучшить законодательную базу, уменьшить риски некачественных нормативных актов. Хотя у нас даже если и качественные принимаются, их не выполняют, как мы видим. Действительно. Да. Вот было бы неправильно, чтобы мы не обсудили с вами и ситуацию в согласии, точнее, может быть, какую-то, не знаю, дорожную карту или план, что будет делать партия после недавнего Конгресса. Во-первых, вы стояли у истоков создания партии, согласие, входите в правление. Вот много было изменений по итогам Конгресса, и председатель правления стал Янис Урбанович, Невушаков возглавил партийную думу, пополнился список членов правления, заместители председателя появились. Очень много. Те, кто следят за новостями, наверняка в курсе, но все-таки ваши ощущения, что сейчас в согласии происходит, действительно ли там нужны какие-то перемены, потому что были разные мнения, я так понимаю, у ваших однопартийцев. Одни предпочитали говорить, что все плохо, кризис, 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 и нужно срочно, не знаю, делать чрезвычайную ситуацию, другие говорили, что надо, не знаю, голову пеплом посыпать, третьи говорили о том, что никакого кризиса нет, это нормальная ситуация, когда после стольких лет активной работы в партии какие-то изменения необходимы. Как вы все это оцениваете, и что дальше будет в партии происходить? Спасибо за вопрос. Он такой очень интересный, животрепещущий, и я очень надеюсь и верю, что в Латвии немало есть еще людей, у которых есть определенное доверие к самой популярной политической силе. Ну уж, извините, я не могу так не сказать, потому что я в этой партии, я в одной, единственной партии, состою уже почти 20 лет. Не, не меняли партию, нет? Ни разу не доводилось мне менять, только в одной. А многие уже даже забыли вообще. В эту партию я вступил около 20 лет назад, будучи молодым преподавателем вузовским. Около 20 лет я работаю с Янисом Урбановичем, поэтому ваш вопрос не может не задевать, по крайней мере, меня за живое, я надеюсь, некоторых из ваших слушателей. Так вот, теперь я по существу. Я не хочу употреблять слово «кризис», «согласие». Почему? Потому что говорить о кризисе в какой-либо партии мы можем только в том случае, если партия проиграла выборы, Тарас, мы не проиграли, тьфу-дьфу-дьфу. Если происходит массовый исход из партии депутатов и рядовых партийцев, такого не происходит в массовом порядке, никто нашу партию не покидает, тьфу-дьфу-дьфу. Третий пункт. Если рейтинг партии ниже 5% или ниже 2%, но у нас этого нет, тьфу-дьфу, в партии «согласие» нет ничего подобного, поэтому я бы не употреблял слово «кризис». Как я себе всё вижу? Видите, наша партия всегда умела своевременно и умно меняться, и я сам был в числе тех людей, которые выдвинул на пост председателя правления партии Яниса Урбановича, потому что наша партия сейчас находится на пути преобразования, а Янис – это самый опытный менеджер в политике, если можно так выразиться, человек, обладающий наибольшим политическим опытом и очитьём. Он выбран во все сеймы Латвийской республики, начиная с 5-го сейма, со времён восстановления независимости Латвии, то есть с начала 90-х годов, а это не просто так, для того, чтобы быть избранным в парламент нашей страны, надо, чтобы за тобой стояли тысячи избирателей, многие тысячи, а не сотни и не десятки. Ну вот, и поэтому сейчас настало время нам опять умно и своевременно измениться, и цель всех этих изменений – возврат к нашим социал-демократическим корням и ценностям. То есть, если очень коротко и просто про социал-демократические ценности, социальные вопросы – это наш приоритет, раз. И вопросы, касающиеся национальных меньшинств – это два. Это то, чем занимаются все нормальные социал-демократы во всех странах Европы и мира. Поэтому возвращение к таким корням и ценностям представляется крайне важным. Поэтому Янис Сурбанович набрал абсолютное большинство голосов. Что касается Вячеслава Домбровского, другого кандидата на пост лидера партии, то он по-прежнему остается нашим кандидатом на пост премьер-министра, главой теневого правительства. И по всему я думаю, что мы до выборов самоуправления сумеем умно перестроиться и подготовиться к выборам во все городские краевые волосные думы 2021 года, ну и прийти во всеоружие. Видите ли, многие наши политические оппоненты сознательно выпячивают проблемы Рижской думы. Да, конечно, там большие проблемы возникли, но это не кризис. Я хочу сказать, что вообще-то в нашей партии более 40 территориальных организаций по всей Латвии. Наша партия объединяет свыше 3,5 тысяч человек по всей стране. Это территориальные организации, сотни сторонников и за пределами Риги. Просто Рига – столица, и вся эта проблематика Рижской думы на виду, и некоторые, скажем так, наблюдатели политических процессов сознательно подливают масло в огонь. И что касается Рижской думы, безусловно, работаем над тем, чтобы искать новых локомотивов. Новое избранное правление партии «Согласие» занимается мониторингом ситуации в Рижской думе. И сегодня мы решили не делать резких телодвижений и не покидать коалицию, потому что мы будем регулярно каждые две недели, каждый месяц оценивать происходящее там, и не собираемся отказываться от тех завоеваний, от тех социальных пакетов, которые в столице сделаны, которых в столице добились наши товарищи по Рижской думе. Мы не собираемся отказываться от общественного транспорта, от обедов для школьников и так далее. И посему надеемся на здравомысля и все возможные компромиссы с другими партнерами по Рижской думе. Если мы увидим, что эти компромиссы невозможны, то мы уйдем. Но так правление партии «Новоизбранное» очень плотно занимается этим вопросом. Вот еще одна такая тема, которая связана с правительством. Уже на следующей неделе, судя по всему, законопроект будет передан всем. Речь идет об инициативе автора бескомпромиссной законности, господина Борденса, который считает, что надо создать какие-то отдельные специализированные экономические суды. Видимо, вашей комиссии юридической, где вы секретарь, придется этим разбираться. Отношение тоже к этой инициативе двоякое. С одной стороны, вроде бы цель благая сделать суды более специализированные, может быть, разгрузить вот эти общие гражданские суды от этих специфических экономических дел, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что там будет всего 10 судей. Суд будет, насколько можно понять, только в Риге, и прокуроры из других регионов должны будут, не знаю, командировки оформлять и так далее. То есть много сложностей создается. Есть коррупционные риски, о чем говорил глава МВД. Вот как вы ко всему этому относитесь? Мне кажется, что это инициатива, попытка изобрести велосипед, потому что в советское время нечто подобное уже существовало. Такие хозяйственные суды уже существовали, назовем их так. У меня здесь возникает несколько практических вопросов, которые я уже задавал и министру юстиции, общаясь с ним на юридической комиссии Сейма. Потому что вы абсолютно правы, все это уже пришло к нам в юридическую комиссию Сейма, и мы этим вопросом начали заниматься. Один из совершенно практических вопросов заключается в том, а кто, собственно, будет дополнительно обучать вот этих судей, которые будут профилироваться, специализироваться на сугубо экономических вопросах. Кто и в какие сроки их будет обучать, если эта реформа вот-вот уже должна вступить в силу. Ну вот. И эта реформа означает что? Что министр говорит, что все нынешние судьи, работающие в судах, они что, все некомпетентны, что ли, в решении разного рода вопросов? Это вопрос номер два, но он больше риторический. Да, кстати, совет, вот этот судебный или правовой совет, если это Падума сегодня выступил с заявлением, что вообще с ними никто даже не посоветовался на всякий случай. Да. То есть в отношении этой реформы мнение достаточно неоднозначно. Ну а на первый вопрос очень конкретный, кто этих судей обучит и в какие сроки, и успеем ли мы все, мне по существу ответить не смогли представители Минюста. Ответ их сводился к тому, не волнуйтесь, все будет хорошо, мы все успеем. Но, знаете, такой ответ меня не удовлетворил. Поэтому мое отношение, отвечаю прямо к этим экономическим судам, оно достаточно скептическое и настороженное. Я считаю, что другая проблема, которую надо решать куда быстрее, это сроки рассмотрения дел в целом, чтобы они сокращались. Да, они десятилетиями рассматривались. Да, но с использованием законных методов. Потому что если сократить и упростить судебный процесс в тех рамках, в каких это видит Минюст сегодня, например, сократить время судебных премий, дебатов, то такие методы, такое направление мне совершенно не нравится. Так мы можем прийти к тройкам. К тройкам, да. Вообще сократить время дебатов, зачем? Тогда будет здорово, за 10 минут все процессы и очередей никаких. Никаких, да. Горькая ирония, конечно. Да. Ну, совсем мало времени, звонков много, но один звонок, наверное, успеем принять. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, господин Агельсон. Имею несчастье быть знакомым лично давно, много лет с господином Баузенсом. И понимаю, что во главе вот этого всего нашего государственного профсоюза он ничего никогда не сделает, просто потому что у него и прав-то таких нет. О чем вы говорили там, что законодательство наше запрещает запасовки солидарности. Ну, это бог с ним. Скажите, пожалуйста, а почему наша замечательная партия Согласия, которая ничего никто не запрещает, не поддержала вот эту вот акцию медиков по всей нашей великой Латвии, у которой у вас там везде есть свои... Спасибо большое, да. Вопрос понятен. Вопрос понятен, спасибо за вопрос. Вы не поддержали? Я хочу сказать, что слушатель ошибается. Мы эту акцию поддержали и публично, и все наши депутаты были там сегодня, и мы общались, значит, с протестующими, мы не прятались там где-то всеми. Вот, это первое. Второе, мы поддержали, если можно так выразиться, протестующих финансово. То есть, я имею в виду, что подготовили, разработали поправки, обоснованные со всеми сметами и расчетами, поправки к бюджету страны в соответствии с требованиями принятого закона, который СЕМ принял единогласно в начале этого года, да, и подав такую поправку и защищая ее, мы говорим о том, что медики правы, и закон надо выполнять. Поэтому мы, ну, скажем так, не могу согласиться с автором данного вопроса. Но если только, скажем, человек не хочет сказать, что мы должны были там участвовать в этом пикете физически все время, но, видите ли, мы могли там быть только до 9.00, потому что в 9.00 начинается заседание СЕМа. Мы все двинулись потом в сторону СЕМа и пошли голосовать, принимать решения. Поэтому я не могу с вами в полной мере согласиться. Если вопрос заключается в том, что мы вместо господина Балзинса или вместо лидеров профсоюзов должны заниматься какими-то организационными вопросами, я тоже хочу напомнить, что у нас очень большой опыт общения с разными профсоюзами, в том числе и в столице Латвии. Я помню, что у вас было сотрудничество с профсоюзом, кстати, медработников. Совершенно верно. Совершенно верно. У нас подписан договор о сотрудничестве с профсоюзом работников образования. Мы регулярно встречаемся с Ингой Ваногой. Мы регулярно продвигаем инициативы, которые лидеры профсоюзов нам присылают. Так что у нас сотрудничество происходит, я бы сказал, достаточно успешное. Ну вот, а господина Балзинса за глаза я больше не хочу обсуждать. Я просто надеюсь, что уважаемые представители четвертой власти, журналисты, пригласят он сам ответить на вопросы, как он видит себе эту ситуацию. Я рассказал о том, как я все это вижу, что поодиночке разбивают представителей цехов. Да, может быть, такой последний вопрос. Не знаю, насколько он философский, насколько, может быть, он политический или политологический, но обобщая все, что вы сказали. Сейчас есть две крайности. Избиратели на это смотрят, и они видят, ага, оказывается, можно принимать законы, не исполнять. Можно обещать, заранее зная, что не будешь исполнять. И какой может быть еще через три года реакция населения на следующие выборы? Не знаю, они будут голосовать ногами. Они не будут голосовать за те партии, которые обещали не выполнять. Или появятся новые, ну, сейчас модно говорить, популистские силы, назовем их так, которые поймут, опа, так это же метод по-прежнему действует. Давайте вот там три по пятьсот, а я скажу пять по пятьсот, или, не знаю, там шесть по тысяче. И за меня обязательно согласуют. Меня выберут, и я пойду делить бюджетные деньги. Да. И буду... Как это сейчас происходит. Да, извинюсь. Вот как сегодня госпожа Муница сказала, медики, извините, спасибо и до свидания. Да, всем спасибо, все свободны, выборы кончились. Да, как сказал другой классик, я помню, классик жанра, после выборов письма о трудящихся неактуальны. Неактуальны, да. Вот, или торжественное обещание в церкви действует только на один созыв сейма. Да, господин Шадуский так же сказал. Да, да, да. Я правильно помню, да? Вы угадали, Алик. Так, мы наслушались всего этого. Вот, но, к сожалению, значит, если серьезно отвечать на ваш вопрос, действительно такой, про ли Нострадамуса, наверное, мы с вами сегодня пребываем под конец передачи, или, значит, следующие выборы будут сопряжены с неявкой людей, люди просто не пойдут, потому что не верят никому и ни во что. И вот вы задавали про некоторые проблемы и дискуссии в партии Согласия, так я только хочу сказать, у других партий рейтинг вообще обвалился и намного ниже, чем у партии Согласия со всеми нашими проблемами и недостатками, да? Вот, а некоторые вообще партиями являются только де юре, а де факто уже нет. Так вот, это же или не явка избирателей в какие-то совершенно новые политические силы, Абик, я не верю, потому что новые силы или популистские силы, называйте, как хотите, они в прошлом году в результате выборов в СЕИМ пришли, и СЕИМ обновился-то на две трети. На две трети обновился состав СЕИМа, это очень-очень много. И вот все эти новые силы, я не знаю, что с людьми произошло, они сегодня сидят, я вижу же, по их лицам Абик и поведение. Это люди 30 с хвостиком, они сидят и упиваются властью. Они упиваются, наслаждаются властью. Вы знаете, мне очень обидно и грустно за Латвию, за страну, в которой я родился гражданином, которой я являюсь и которую я очень-очень люблю. Всему все эти предвыборные обещания новых свежих партий, Абик, оказались ничем иным, как фейк-ньюс, фейковыми новостями. Посмотрим, да. Да, не новостями, поэтому прогнозы пока неутешительные. Валерий Агиш, у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.